Добрый вечер, Гомель! Меня зовут Наталья Волонец и я приглашаю всех вас, дорогие друзья, присоединиться к прямому эфиру на телеканале Беларусь4. Сегодня, как обычно по пятницам, строим планы на выходные дни вместе с Велоледи, дорогие друзья. У нас в гостях Светлана Король и Лилия Калюжная, которые утверждают, что лето без велосипеда быть не может. Добрый вечер, спасибо, что вы нашли время для наших зрителей. Также на сегодняшний добрый вечер я пригласила одного из зрителей вторых европейских игр. Эта молодая девушка приняла участие в фотоконкурсе нашей телерадиокомпании «Гомель. Мое фото на фан-зоне». Так что рядом с Велоледи, дорогие друзья, это моя коллега, журналист Гомельской газеты «Советский район» Виктория Трухан. Добрый вечер, Виктория. Здравствуйте. Мы вас поздравляем, что вы приняли участие в нашем конкурсе. Но хочу напомнить, для болельщиков вторых европейских игр телерадиокомпания «Гомель» проводила фотоконкурс «Мое фото на фан-зоне». Наши зрители присылали нам свои интересные снимки, показывали, как болели за наших спортсменов. И вот сейчас на экране вы увидите четыре фотографии. Покажите нам их, пожалуйста. Эти фотографии были отобраны как лучшие. Где фотографии? Да, вот посмотрите, Виктория, где ваша фотография? А вот. Вот, а кто это с вами рядом? Знакомое лицо. Типанец, тоже журналист, спортивный. Да, вот такие вот фотографии были отобраны как лучшие. Светлана, никого не узнаете здесь? Ну, вот я знакома с Викторией, да, я вижу, что это гомельчане. Да, а София, София, вы не видите Болсуновская? Да, да, да. Это ваш, по-моему, как раз-таки вело комик. Это с нашего мероприятия, да, у нас было вело-кидс. Вот эти четыре фотографии, они были отобраны как лучшие. Это фото Виктории, это фото снимки гомельчан Ольги Новиковой, Сергея Лапского и Софии Болсуновской. Вот кто стал победителем и какие же призы ждут участников фото-конкурса «Мое фото на фан-зоне», мы, дорогие друзья, узнаем в конце прямого эфира. Вот такая вот у нас сегодня интрига. Кстати, много вообще селфи, Виктория, осталось у вас после европейских игр? На самом деле на фан-зоне для меня это просто было место, где я могла отдохнуть, встретиться с друзьями. Я приходила и просто вот уделяла каждому по 5-10 минут, вот оно открытие, вот оно закрытие игр. То есть это, я так думала, это элемент работы был определенный? Нет, конечно, я работала, но для меня все, что работа, все и отдых, потому что, ну, мне кажется, что я работаю в такой сфере, где нельзя без удовольствия делать то, чем ты занимаешься. И поэтому, ну, я отдыхала и при этом работала немножко идеально сочетание хобби и работы. А вообще, вот какие у вас остались общие впечатления от евроигр, которые вот прошли вот совсем недавно в нашей стране? Ну, я побывала в Минске в период подготовки Минска к евроиграм. И одна из поездок моя была в тот день, когда велогонка проходила по Минску. Я велогонку, к сожалению, не наблюдала, но видела вообще, как живет город в евроиграх. Я видела, как все отлажено, действуют сотрудники дорожных служб, как развернуты везде фудкорты с питанием, как вообще весь город, везде информация висит, везде, в метро, всюду. Легко найти, куда логистика очень понятная. Мне кажется, что это вообще очень замечательное, очень такой замечательный опыт для Беларуси проведение такого большого международного мероприятия. Как наши велосипедисты поддерживали наших спортсменов на евроиграх, расскажите. Ну, мы все знаем, что в Гомеле была фаунзона возле Ледового дворца. И совместно с Центром инклюзивной культуры мы проводили там мероприятие «Велокарнавал Китс». Ребята, дети, дошкольники, школьники нарядились, нарядили свои велосипеды. Мы их разделили на две возрастных подгруппы. Одни ребята соревновались в проезду как бы по такой площадке со знаками дорожного движения, а другие соревновались, постаршие ребята, на площадке фигурного вождения. И все были очень довольны, сделали зарядку. Родители были в восторге и зрители, когда их на сцену мы подняли. То есть каждый как мог, так и поддерживал европейские игры. Да, было тщательно, было весело очень. И нам потом приятно было, когда дети пошли с родителями, а мы с велосипедистами, с волонтерами присели здесь в летнем кафе, сидели за столиком, кушали вкусную еду и смотрели на экранах открытие европейских игр. Это здорово, это так объединяло. А как вот, кстати, отреагировали, вообще отреагировал Вела Гомель на золотую медаль нашего велосипедиста Василия Кириенко из Речицы? Ну, Василий Кириенко, это речичанин, за успехами которого мы всегда очень пристально наблюдаем, всегда любая его, вот замечательные наши фотографии пошли с велокарнавала, всегда его успехи какие-то в любых турнирах, мы всегда делаем публикации во всех наших группах велосипедных, у нас много различных велосипедных групп, и мы всегда очень радуемся. И вообще каждому его слову в прессе мы всегда публикуем, отслеживаем все его интервью и очень рады за него. Вот я вот Светлану вижу постоянно в городе на велосипеде. Да, все гомельчане знают, что это Светлана Король. Лиля, вот скажите, у Вас давно появился такой вид транспорта, как велосипед? Вообще давно, года три или четыре назад. Ну, я его потихонечку, медленно очень использовала, обучалась и так далее. Сейчас уже четко умею кататься, даже в городе. Это однозначно благодаря тому, что познакомилась со Светланой и влилась, так скажем, в структуру велогомеля, я являюсь членом. Членом организации велогомеля. Велогомель, поэтому сейчас везде со Светланой на велосипеде. Вот смотрите, я знаю, что для Светланы велосипед – это вид транспорта определенный. Да, это мой транспорт. Вы без него не можете. Это определенный, основной вид транспорта. А вот у вас, я знаю, есть автомобиль. Так зачем вам велосипед в городе? Ну, автомобиль – это вид транспорта, а велосипед – это для удовольствия, скажем так, на короткие расстояния получить... Такая физическая нагрузка где-то, да, и какой-то такой активный отдых. Прогуляться с дочерью, ну, так вот. А, Виктория, есть у вас велосипед? Нет, у меня, к сожалению, велосипеда нету. Посмотрите, посмотрите, как на вас делали. Я про консультирую, Виктория, мне эту ситуацию нужно исправлять. Не знаю, я очень люблю ходить пешком. Я часто прогуливаюсь по центру нашего города, с работы до дома часто хотя бы половину пути стараюсь пройти пешком. Поэтому, ну, и общественный транспорт, по-моему, в городе очень даже налажен, поэтому пока мне хватает. А, кстати, расскажите, вы часто пишете о спортсменах, о спортивной жизни региона? Ну, скорее, мы включаем спортивные мероприятия в афишу, в свою, в газете, на сайте. А просто, не знаю, наверное, этим должен заниматься все-таки человек, который болеет этим делом. У нас, ну, в редакции немножко так сложилось, что все-таки нет такого спортсмена. А вы болеете за что? Скажем, культурную жизнь освещаете как-то? Да, культурную жизнь освещаем. Мы каждую неделю делаем афишу. Вот, смотрим, какие варианты. Чаще стараемся какие-то бюджетные, свободные где входы или подешевле, чтобы гомельчане могли весело, ярко провести свои выходные. Ну, тогда поделитесь своими наблюдениями, какой же вариант летнего отдыха, на ваш взгляд, можно назвать самым бюджетным? Ну, сейчас лето. В первую очередь, конечно, это выйти с друзьями, встретиться и пойти по центру города, смотреть по сторонам. Очень много сейчас таких вариантов, где можно отдохнуть. Чуть ли не выставки под открытым небом, где вот ходишь, смотришь фотографии. Можно, кстати, свои селфи сделать. Да, можно делать много фотографий. Сейчас гаджеты позволяют это вполне себе. Поэтому море впечатлений, я думаю, от лета может остаться благодаря вам же самим. Делайте свой отдых сами. Спасибо. А как вы любите отдыхать, особенно летом? Вот, Лиля, расскажите. Вообще для меня отдых – это солнце, поэтому летом, если это в Гомеле, то это где-то на пляже. И все-таки вы спрашивали вот до эфира, откуда у меня такой небольшой загар, но, по сути, я в обед иду на пляж и ровно часик лежу под солнышком. А вот такая погода? Ну, сейчас я грущу, вот мне сейчас что-то шею скольфило. Мне как-то сейчас грустновато. Вот мне интересно, если бы была такая вот возможность такого идеального выходного, у каждого же, да, в мечтах он существует. Вот для вас то, что вот, Светлана, для вас идеальный выходной. По-моему, здесь абсолютно очевидно. Велосипед? Вопрос, конечно. Когда можно на велосипеде поехать не по делам, а просто прокатиться по городу. И абсолютно правильно, согласна я с Викторией, что в нашем городе есть что посмотреть. И благодаря велосипеду я рассмотрела столько много удивительных мест в этом городе, каких-то памятников, каких-то скульптурных композиций. Услышала каких-то уличных музыкантов. Съездила на набережную, потанцевала. И очень много друзей приобрела. Вот как-то ехала мимо своей полички по улице Иренинской, познакомилась. И как мы с ним... Вот именно так вот, благодаря велосипеду. И с авторской модой, да. И у нас сейчас какое замечательное сотрудничество. Кроме того, что личная дружба нас связывает. Какие мы чудесные проекты осуществляем. Вы вообще действительно очень нашли друг друга. Вот я смотрю, да. Счастливые люди, что говорить. Лилия, а для вас идеальный выходной это что? Ну, наверное, это все-таки полежать. Полежать. Полежать под солнцем. Но под солнцем радует, да. Виктория, идеальный выходной для такой молодой журналистки? Что это такое? Ну, для начала выспаться. Вот это прям не хватает в повседневной жизни. Но после этого, наверное, с родственниками днем я бы встретилась. А вечером сходила бы, куда-то развлеклась. Возможно, это театр. Возможно, это что-то уличное. Какие-то движения. Ну, я думаю, что сегодня в ходе нашей программы вы найдете для себя какое-то интересное занятие на ближайшие выходные. Дорогие друзья, лето. Это 92 дня. 92, из которых значительную часть. Вы можете себе представить, мы уже практически потратили. Так что надо, наверное, срочно насыщать остаток лета какими-то яркими событиями, чтобы потом по осени что-то вспомнить. И вы знаете, когда есть деньги, найти развлечение просто. А вот когда немножко финансовывают романцы, нужны какие-то бюджетные идеи для летнего досуга. Очень интересно, дорогие друзья, ваши варианты. Звоните в студию, пишите в вайбере, как же провести летние выходные необычно, весело и недорого. Кстати, один из таких доступных вариантов культурного досуга для всей семьи – это поход в музей. Вот как предложила Виктория. Итак, что же интересного в музеях будет в эти выходные? Можно сходить на выставку динозавров в Гомельский дворец Румянцевых и Паскевичей. Развлекательно-познавательная такая контактно-игровая выставка разместилась в эти дни в центральной части дворца. Можно также окунуться в недавнее спортивное прошлое на ретро-выставке «Спорт – это жизнь» и познакомиться с музейным собранием нашего дворца в рамках юбилейной серии выставок под лозунгом «Коллекции музея к столетию музея». Для любителей жилописи, 19 июля, дорогие друзья, в картинной галерее Гавриила Ващенко в Гомеле откроется персональная выставка гомельского художника Ефима Минивицкого «Путь к разуму. Моя борьба и мое творчество». Художник очень активно интересуется вопросами происхождения христианства, и этот интерес находит отражение во многих его полотнах. Ну и прямо сейчас, дорогие друзья, мы разыграем пригласительные билеты в картинную галерею Гавриила Ващенко. Много ли вы знаете про велосипеды и их историю? Вот узнаем прямо сейчас, да. Итак, из чего был сделан первый велосипед? Известно, что изобрели его в Германии в 1817 году, но вот из чего же он был сделан? Ждем ваших вариантов. 34, 22, 43. Напоминаю, разыгрываем билеты в галерею Ващенко. А вы знаете ответ на этот вопрос? Хорошо, будем ждать вариантов тогда. Ну что ж, напоминаю, что для болельщиков вторых европейских игр телерадиокомпания «Гомель» проводила конкурс «Мое фото» на фан-зоне. Вот мы сейчас еще раз увидим эти четыре фотографии, которые были отобраны как лучшие. Кто же стал победителем и какие призы ждут участников фото конкурса. «Мое фото» на фан-зоне мы узнаем в конце прямого эфира. Ну а пока реклама. Дорогие друзья, это программа «Добрый вечер. Гомель» прямой эфир на телеканале «Беларусь-4». Телефон нашей студии 34, 22, 43. Звоните, присоединяйтесь к прямому эфиру. Сегодня мы строим планы на выходные дни вместе с руководителем общественного объединения «Велогомель» Светланой Король, руководителем первого в «Гомеле» коваркинг-проекта Лилии Калюжной и журналистом Гомельской газеты «Советский район» Виктория Трухан. Все правильно сказала? Ну что ж, прежде чем я узнаю о планах на эти выходные у наших гостей, я бы хотела напомнить нашим зрителям вопрос нашего конкурса, из чего был сделан первый велосипед. Известно, что изобрели его в Германии в 1817 году. Мне подсказывают, что у нас есть какой-то вариант ответа. Интересно, что же, знают ли историю велосипеда наши зрители. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте мы с вами познакомимся. Анатолий. Анатолий, я вот, кстати, узнала, Анатолий, вы часто звоните на нашу программу, спасибо вам большое. Скажите, у вас есть велосипед? Нету. Как нету? И почему, как-то вы почему-то так специально его не хотите иметь или не получается? Просто уже в детстве было, потом что-то сломалось, больше не захотел. Понятно, хорошо. Как думаете, из чего был сделан первый велосипед? Ну, у меня только один вариант, я думаю, это из дерева. А мы сейчас узнаем, правильный ли это ответ, Слана. Конечно. Конечно, из дерева. И знаете, назывался этот велосипед Кастотряс, потому что во время езды, да, вот, вот что-то типа этого выглядело. Во время езды приходилось ногами отталкиваться от земли, и седло тряслось, и оттуда такое название, да, Кастотряс. Ну что ж, Анатолий, вы выиграли билеты в картинную галерею Ващенко, там очень интересные выставки проходят. Мне кажется, это будут замечательные выходные. Поздравляем вас. Ну, у меня вопрос есть. Скажите, какой вариант бюджетного отдыха, может быть, летнего отдыха вы можете предложить нам? Так, чтобы отдохнуть и ничего не потратить. Есть такой вариант? Анатолий пошел думать, да, пошел придумывать нам такой вариант. Кстати, куда вы уже успели вот съездить на велосипеде этим летом? Расскажите, Светлана. Я съездила, большое количество городов объехала. Во-первых, была очень активная велосипедная весна, это открытие велосипедного сезона активного во всех областных районных центрах, и мы побывали и в Речице, и в Корме, два раза в Могилеве, в Бресте. Все на велосипедах. Да, ну, с велосипед с собой берем, ну, есть такие города в Речице, например, на велосипеде можно съездить туда-обратно, в Добру, Шветку, то есть лето – это прекрасный сезон для велосипеда, и расстояние в 100 километров для велосипедиста ничего не стоит. Удивительно. Да, вот, кстати, в Могилеве замечательное было событие, день города, в день города, во всех городах проходит традиционное шествие, так вот в этом году в Могилеве это шествие открывало колонну велосипедистов, это было очень приятно. Без велосипеда никуда, вот так вот сегодня. Да, очень замечательно. Я знаю, что велогумель, он всегда, летом, чуть ли не каждый выходной готовит какие-то грандиозные проекты, то велоледи у нас на велосипеде, да, то мужчины на велосипеде, то дети на велосипеде. Вот что в ближайшее время вообще будет? Ну, я рада, что именно сегодня вы, Наталья, пригласили меня, и хочу проанонсировать очень большое событие. Это второй семейный велопарад, который пройдет буквально в это воскресенье. В прошлом году мы впервые выступили с такой инициативой, поскольку, да, вот это первый семейный велопарад, потому что у нас есть такой свой проект «Велосемья», которым мы очень гордимся, и мы решили, почему бы велопарад не сделать семейным. Цель этого велопарада – популяризация велосипеда как семейного транспорта. Видите, что от мала до велика все могут пользоваться велосипедом, особенно в теплое время года. И вот сколько много людей, но это в то же время является запросом на безопасную велосипедную инфраструктуру. Вы знаете, вот есть одно сообщение в Вайбере, я сначала не совсем поняла. Да, вот Ольга, наша телезрительница, она сообщает о своих планах на выходные дни. Пишет, что в воскресенье они наряжаются, и в 11 часов едут на велосипедах к ОКЦ участвовать в семейном велопараде. Наверное, об этом и шел разговор. Ольга, немножко, да, нужно приехать к медицинскому университету. В 11 часов старт. Мы приедем в парк фестивальный, где в 12 часов состоится конкурс костюмов. То есть надо быть в костюмах определенных? Да, желающие. Не обязательно быть в костюмах, но те, кто хочет принять участие в этом конкурсе, пускай приезжают в костюмах. Шесть номинаций нами учреждено, так сказать, уже найдены спонсоры. Все получат призы в этот день. Кроме того, мы готовим развлечение для детей, для взрослых. Это такое семейное мероприятие. Кто-то хочет поучаствовать, будут ремесленники от своей полички. Будут веселые старты, которые мы готовим, эстафеты своими силами. Будет площадка для фигурного вождения. Кто-то может взять просто корзинку с пледиком и сесть на травки и устроить семейный пикник. Виктория, вы посмотрите, какой вариант для воскресенья. Мне даже стыдно стало, что у меня нет велосипеда. Виктория, вы можете просто приехать в парк фестивальный и присоединиться. Кстати, для тех девушек, для тех леди, у кого нет велосипеда, у нас будет специальная фотозона от проекта «Велоледи», «Леди на велосипеде», где можно будет сфотографироваться с велосипедом, где можно будет попробовать на нем прокатиться и получить рекомендации, какой велосипед нужен именно вам. До встречи на выходные я себе нашла. Да, пожалуйста, приходите с подружками и друзья. Я вот хочу прочитать сообщение от Ольги, она вот прямо сейчас еще одно нам прислала. Очень люблю все активности проекта «Леди на велосипеде». Девочки такие активные, веселые, женственные, всегда интересно приезжать и участвовать. В общем, передают вам привет. Спасибо большое. Наша телезрительница Ольга. Да, ну что ж, дорогие друзья, вы тоже можете делиться своими планами на выходные дни и, конечно же, ждем ваш варианта такого бюджетного отдыха. Кстати, какие планы на выходные дни? Завтра суббота, в воскресенье, понятно, у вас семейный велопарад. А что в субботу? В субботу подготовка. Подготовка. Конечно. Хорошо, кто-нибудь скажет, что будет убирать, стирать, нет? Ну, это просто в процессе проходит. Печь пироги. Это не конкретно на субботу или воскресенье. А вот «Лили», кстати, на велосипеде едет. Вот, посмотрите внимательно, «Лили» на велосипеде, а это «Лили», да, это уже и на мотоцикле. В общем, у «Лили» все виды транспорта, я так поняла, она их осваивает постепенно, ну, замечательно. Причем, я так понимаю, что велосипеды разные у вас, я смотрю, да? Ну, иногда заимствованы у Вела Гомеля, иногда это «Мой» или «Дочери». Хорошо, кстати, а как насчет кино? Давно были в кинотеатре на какой-нибудь интересной премьере? Ну, я давно в кинотеатре была, ну, сериалы это теперь. А как вы считаете, это хороший вариант бюджетного отдыха? Конечно, замечательно, да. У нас теперь очень комфортно в кинотеатрах. Мягко, приятно, прохладно, можно приходить. А еще, дорогие друзья, каждое воскресенье в фойе кинотеатра имени Калинина проходит детская дискотека. Кстати, после кинотеатра, мне кажется, можно прекрасно отправиться в парк, покататься, например, на колесе обозрения или взобраться на башню обозрения. Ну, вот честно и откровенно, кто последний раз, когда вот на колесе обозрения отдыхал? Ой, я каталась на как-то, мимо проезжала, припарковала велосипед. В этом году? Там есть парковочка, да, есть парковочка, и зашла, прокатилась на колесе обозрения весной, когда цвели сады. Вот так вот, Виктория, вы когда были в парке последний раз? В парке была недавно, на колесе обозрения не каталась. Вообще никогда? На новом, на новом не каталась, но зато у меня есть чем заняться. Я прямо вот сегодня закисываю. Вы пальцы загибайте. Вариатов действительно множество. А еще можно действительно забраться на башню обозрения, там такой чудесный вид, и у них сейчас там проходит, я знаю, очень интересная выставка «Временные трещины», как раз-таки, да, вот к столетию нашего дворца, нашего дворцового паркового ансамбля. Действительно, есть что посмотреть, дорогие друзья. И это прекрасный вариант действительно бюджетного отдыха летом, да и в любое время года. Это когда, у меня знакомая есть, когда вот заходит разговор о деньгах, ну а что, у нас тоже есть или не бывает их. Вот. Она говорит, психологи сказали, никогда не говори, что нет денег, надо говорить, что деньги на подходе. Поэтому, дорогие друзья, пока деньги на подходе, мы ищем вариант бюджетного отдыха и ждем ваших вариантов. Кстати, даже если, например, вариант с аттракционом кого-то, ну, не приличает, да, все равно можно сходить в наш парк, можно прогуляться по набережной, можно посмотреть наш город с моста или потанцевать. В это воскресенье в Центральном парке у Любяжьего пруда педагоги социальных танцев, дорогие друзья, устраивают бесплатный летний танцевальный мастер-класс для гомельчан. Вот если вы хотите станцевать бачату, сальсу, найти, может быть, новых знакомых или просто повеселиться, приходите в воскресенье в наш гомельский парк, танцы начнутся в 19.00 и продолжатся аж до 10 вечера. Я знаю, что вы любители любых экстравагантных проектов. Да, и непосредственно вот с этими ребятами наш проект. А вы уже участвовали в таких танцах, да? Мы в прошлом году впервые танцевали с ними на набережной, и это просто минуты настоящего счастья. Вот эта река, вот этот прекрасный вид, набережная, сальс, собачата, ламбада. Это чудесное время при провожении. Лили, ну вот что такое для вас вообще социальный танц? Такой новый формат, новое явление. Ну да, действительно новый. И очень полезный, нужный и веселый. И веселый. Раньше это было просто как бы в рамках, ну вот, люди в возрасте собирались с гармошками и так далее. Ну да, вот я тоже проходя мимо, думала, ну как здорово, как классно. В Лиде у нас, откуда я родом, такого нет. А здесь в Гомеле, в парке, так замечательно. Но это все-таки возрастные танцы. А вот хотелось бы что-то такое вот необычное, но чтобы хватало как бы... было интересно и молодежи, и взрослым, и зрелому населению как бы всем. Ну вот это вот, наверное, и есть эти танцы, когда... Они очень демократичны, да. И киба-чата, и кизомба, и, наверное, есть и наши, и белорусские, и русские танцы в каком-то таком интересном исполнении. Кстати, хорошая идея для социальных танцев. И наша полечка. Кстати, сейчас во время нашего... Полечка, да. Я совсем забыла, рассказывая о программе нашего семейного велопарада, мы обратились к нашей суполке белорусской Талака, которая лазит купали, всякие праздники. Они тоже придут в парк фестивальный и будут устраивать мастер-класс по белорусским танцам. И принять участие в них может каждый. И любого возраста это чудесно просто. Чудесно, здорово, всем понравится. Ну что ж, дорогие друзья, видите, сколько вариантов научиться танцевать. И это совершенно все бесплатно, совершенно бесплатные проекты. Так что, действительно, готовьтесь к выходным заранее, смотрите нашу программу, и вы найдете для себя очень много интересных вариантов. Кстати, о танцах. Танцевальные вечера для тех, кому за, до сих пор устраивают каждое воскресенье в 18.00 в Гомельском городском центре культуры на Ириненской, 16. И вообще, дорогие друзья, я хочу обратить внимание, что улицу Ириненскую в Гомеле, ну согласитесь, уже давно называют таким гомельским арбатом место, где собираются творческие, обязательно креативные люди. И не только потому, что там находится городской центр культуры, а это еще потому, что появилось там такой вот замечательный проект, первый в Гомеле коваркинг-центр. Вот, Лиль, вы имеете непосредственное отношение к этому проекту. Давайте вот простыми словами коваркинг. Что это такое, как вообще это работает, расскажите нам. Коваркинг-центр – это одновременное или поочередное нахождение определенных людей, занимающихся тем или другим видом деятельности. То есть смысл коваркинга у мастеров и ремесленников – это каждая полочка, это отдельно взятый мастер, это арендованная полочка или это изделия, сданные на комиссию, да. Но в этом центре можно физически находиться, можно сдать свои работы, как бы о вас расскажут, можно провести время, можно провести встречу и так далее. То есть это как бы маленький офис для всех наших творческих людей, кто, скажем так, самозанят, у кого основное это как бы реализовать себя, найти свой потенциал, как-то вот заняться в этой жизни чем-то. Ну, бывают пустые полочки или нет? Бывают, конечно. Бывают, да, а вообще много у нас сегодня вот таких талантливых людей, и кто эти люди? Это какие-то народные заслуженные уже мастера или это такие люди-самоучки, мамы в декрете? Ну вот скорее всего это самоучки, мамы в декрете, но мастера они тоже есть, но как правило, конечно, там уже и уровень другой. То есть мастера у нас как их портфолио находится, поэтому когда обращаются люди, вот подскажите, кто бы мог, а где найти, да, тогда, пожалуйста, это там, это там, это там, можно посмотреть, Ващенко галерея, там еще где-то. А так, наверное, это все-таки те люди, которые ищут себя, нашли себя или развиваются. Например, наши ремесленники, начинающие в области вот какие-то украшения и так далее, из бумажной лозы, вот плеви, а теперь их работы в шоуруме авторская мода классные, цивильные, то есть, ну, их берут на показы, то есть это какие-то сумки плетеные из, опять же, той же бумажной лозы, но это уже, ну, высшего уровня. И дели уровень, получается. Кроме того, еще я хочу сказать, что своя поличка это место встречи людей творческих, которые объединяют и делают, объединяются, делают шикарные проекты творческие, делают мероприятия. Это очень большая социальная роль, я хочу брать внимание. И мы вместе, да, вместе вот слились с ее друзьями по бизнесу, по объединению единства, Велогомель и еще какие-то спортивные какие-то объединения. Мы вместе сделали в ноябре месяце пинап-съезд первый такой шуточный, очень интересный на гостиничном комплексе ранчо. Был первый ранчо Агро Турфес, замечательный, большим коллективом подготовленный. Сейчас вот новый проект у нас в разработке, файный взрослый. Да, мы о нем поговорим, подождите, не раскрывайте все как-то, да. И все это место, где, место, где родятся эти идеи, это своя поличка. И я вот, кстати, сейчас пользуюсь случаем, хочу Лиле очень поблагодарить, что Велогомель, не имея своего офиса, мы молодое общественное объединение. Я могу там быть столько, сколько мне нужно, сидеть с компьютером, пользоваться их интернетом, предназначать какие-то встречи. Еще в такой атмосфере творческой. Да, дверь всегда открыта. Я очень благодарна за это хозяйке своей полички. Ну вот что удивительно, вот Лиля, вы помогаете ремесленникам, да, вы помогаете превратить творчество в бизнес, что не очень, что немаловажно сегодня. Это очень важно сегодня, что человек не просто что-то вяжет, он может на этом зарабатывать, да, содержать семью. Вот что показывает время и ваш опыт? Насколько сегодня подобная продукция у нас пользуется все-таки популярностью у людей? Готовы ли покупать? Популярностью пользуются, покупать готовы, но надо отдать должное тем мастерам, которые постоянно развиваются, у них что-то свое, эксклюзивное, уникальное. Те однозначно продаются и даже без своей полички и без любых магазинов они продаются через интернет. То есть главное уникальное что-то было? Ну я хочу сказать, что уровень ваших ремесленников, которые непосредственно на своей поличке, очень высок и очень часто бывают иностранные туристы, которые проезжают через Гомель и заходят в свою поличку, они всегда восторгаются и там из Минска ребята приезжают какие-то проекты снимать, всегда что-то с собой прихватывают, какие-то чашки, какие-то что-то такое всегда. Прям такой крутой вопрос, а сами-то освоили какое-нибудь ремесло, там вяжутся носочки какие-то вечерами, выходные? По словам ремесла, я вяжу, плету или как это назвать, но как-то связи, контакты, интересы, и вот у нас получается один проект, вот второй проект, третий, мне этим нравится заниматься и мне нравится, когда люди включаются, как мое любимое слово коллаборация, они включаются, я даже не знаю, что получится, но получается вау, получается знакомство с интересными людьми и что-то необычное для города, ну прежде всего, конечно, для себя, все, что мы делаем, это делаем для себя, для того, чтобы жилось радостно и как-то вот... И счастливо. И счастливо, да. Дорогие друзья, это вот слово счастье, оно сегодня действительно ключевое, вы поймете, это совсем скоро, да, сохраняем интригу. Виктория, какое отношение вы имеете к ремесленничеству? Есть ли у вас дома спицы? И знаете ли вы, как что-нибудь сделать своими руками? Да, знаю, я очень часто из теста что-то люблю и, ну, очень часто это получаются какие-то брошки даже, сережки, ну, я их крашу и покрываю лаком. И запекаете вот это тесто? Да, тесто сначала запекается, потом оно красится. А вот это то, что у вас сегодня, красота? Нет, сегодня это подарок, это не мое, это такая глина. Но, в принципе, из такого материала я тоже как-то себе делала сережки. Люблю очень упаковывать подарки как-то, необычно друзья, обычно, ну, всем нравится, не знаю. А со своей подичкой мы тоже работали для своего сайта, мы делали про них небольшой видеоролик и познакомились тогда, очень нам нравится. Мне кажется, там вообще можно затеряться, вот просто это целая экскурсия нужна по этому поводу. Это, кстати, дорогие друзья, один из неплохих таких вариантов бюджетного отдыха, когда даже нет денег, ну, просто хочется посмотреть на красивые вещи, да, и пообщаться с интересными людьми. От скромности молчаю. На чашку кофе найдут, найдутся деньги, а кофе в своей поличке тоже очень хорошее. Очень вдохновляет, правда. Спасибо. Ну, вообще, думаю, что, кстати, нашим ремесленникам будет очень интересна следующая информация. Дело в том, что на базе Центра инклюзивной культуры в Гомеле начала работу первая в стране творческая летняя площадка, Бэкреатив называется. Ее работа, она направлена, дорогие друзья, на социализацию детей с особенностями развития именно через творчество. На сегодняшний день большую работу в организации этой площадки оказывает волонтерский отряд «Седьмое небо», и в Центре инклюзивной культуры призывают всех неравнодушных, всех, кто обладает определенными навыками ремесла, хореографии, умеет что-то лепить, плести из бисера, рисовать, делать из теста какие-то украшения, да, помочь приходить на такие летние площадки и делиться бесплатно своим опытом. Я думаю, что руководитель «Седьмого неба» это тоже член «Велогомеля» Иванди Стусино, который в этом году получил много очень наград от облсполкома как «Человек года». Как «Человек года» гарантия. Да, это тоже наш велосипедист и член организации «Велогомеля». Видите, как все взаимосвязано. Ну что ж, дорогие друзья, напоминаю, что для неравнодушных такая летняя площадка работает каждую субботу, и все подробности можно узнать в социальных сетях или на сайте Центра инклюзивной культуры. Кстати, волонтерство в последнее время стало одним из направлений активного отдыха. Вот я не ошибаюсь, когда записываю волонтерство именно как бы, ну скажем так, в развлечения. Ведь несмотря, как к нему относиться, да, вот если помогать в той сфере, которая интересна лично вам, да, да вы еще при этом получаете какое-то удовольствие, делаете полезное дело, и мало того, можно завести много хороших, да, полезных и новых интересных знакомств. Это элита, это лучшие молодежи. Да, взять хотя бы европейские игры, вспомните, как чествовали волонтеры, и какой большой труд они проделали. Я даже могу брать не европейские игры, а волонтеров организации Вилла Гомель, это лучшие ребята, самые лучшие ребята. А как они к вам попадают? У нас есть группа ВКонтакте, у нас есть куратор этой группы, он разработал кодекс волонтеров, заполняют анкету, проходят отбор, собеседование, и волонтерят на наших мероприятиях, помогают в пробегах. В прошлом году мы впервые делали для них 5 декабря Всемирный день волонтеров, есть такой праздник, и мы их чествовали, приглашали их, вручали им номинации, призы, выбрали лучшего волонтера, который сейчас, кстати, служит в рядах Белорусской армии, Денис Константинов, передаю ему привет. Так что волонтерство, это на самом деле для лучших ребят. Ну что ж, дорогие друзья, каждый может попробовать себя в этом, кстати, нелегком деле. Мы продолжаем прямой эфир, напоминаю, что сегодня строим планы на выходные дни, и, конечно же, ждем ваших вариантов интересного бюджетного отдыха. Кстати, психологи рекомендуют вообще почаще, это я о социальных танцах, да, и обо всяких походах и велопрогулках, почаще выбираться в люди, например, в театр. И вот завтра, дорогие друзья, 13 июля в Гомельском областном драматическом театре большая премьера «Рыба моей мечты». И, кстати, вот именно в эти минуты на сцене областного драматического идет первый премьерный показ. Мы даже хотели как-то созвониться, но все заняты, все сейчас смотрят на сцену. Итак, «Рыба моей мечты». Но прямо сейчас мы разыграем билеты на премьерный спектакль на завтра. Так что, дорогие друзья, у кого еще нет планов, «Рыба моей мечты» завтра для вас в Гомельском областном драматическом. Я не участвовала на билеты, хотела выиграть. Не получилось. А сейчас мы можем поучаствовать. Нет, это только для наших зрителей. Итак, дорогие друзья, разыгрываем два билета на премьерный спектакль «Рыба моей мечты» в Гомельский областной драматический театр, спектакль состоится завтра. Вопрос нашего конкурса. Сегодня все про велосипеды. «Как называется стиль катания, в котором на велосипедах больше прыгают, чем ездят?» Как же называется стиль катания? Ну вот знают, хотят выиграть, а нельзя. Итак, дорогие друзья, конкурс только для телезрителей. «Как называется стиль катания, в котором на велосипеде больше прыгают, чем ездят?» 34-22-43. Разыгрываем билеты на премьерный спектакль «Рыба моей мечты». Ждем ваших вариантов ответов после рекламы. Оставайтесь с нами. Сегодня мы расскажем о подробностях первого гомельского фестиваля счастливых людей и обязательно назовем имя победителя фотоконкурса «Мое фото на фан-зоне». Дорогие друзья, это программа «Добрый вечер, Гомель». Мы продолжаем прямой эфир. Телефон в студии 34-22-43. Нам очень интересно, какие у вас планы на выходные дни. Делитесь и, может быть, какие-то варианты бюджетного отдыха заинтересуют и наших телезрителей. Напоминаю, вопрос конкурса. Разыгрываем билет на премьерный спектакль «Рыба моей мечты», который завтра состоится в Гомельском областном драматическом театре. И напоминаю вопрос конкурса. Как называется стиль катания, в котором на велосипедах больше прыгают, чем ездят? И есть у нас вариант. Да, вообще-то, надеюсь, будет победитель. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте мы с вами познакомимся. Как вас зовут? Меня зовут Наталья. Наталья. И меня зовут Наталья. Вот так вот. Тезка. Да, и мне приятно. Наталья, скажите, у вас есть велосипед? Да, есть. Один? Два? Нет, один. Ну скажите, вот зачем вам велосипед в городе? Куда вы ездите на нем? Я еду к маме и обратно. Это моя физкультурная минутка. Физкультурная минутка. Замечательно. Пойдете в воскресенье на семейный велопарад? Ну, если дождя не будет. А если, кстати, да. А если будет дождь? Дождя не будет. Видите, зонтики. Дождя не будет. Говорят, вот что дождя не будет, да. Ну что ж, Наталья, давайте попробуем в воскресенье семейный велопарад, а завтра спектакль в областном, в драматическом. Поэтому у вас есть все шансы выиграть билеты и сходить на премьеру. Итак, как называется стиль катания, в котором на велосипедах больше прыгают, чем ездят? Вот какой у вас вариант? Стиль называется триал. Ну, конечно, триал. Вот сразу видно, что человек на велосипеде к маме ездит, да, физкультурной минуткой занимается. Наталья, мы вас поздравляем, вы только что выиграли пригласительные билеты на спектакль «Рыба моей мечты». Мы рады за велосипедистку. Ждем вас на велопараде. Ну что ж, есть еще варианты интересные вайбери от наших зрителей. Итак, бюджетный отдых на выходные. Анна сообщает, сходить на концерт органной музыки. Замечательно. Стас предлагает поехать на рыбалку. Нас приглашает, наверное. Отлично. Ну что, мы сейчас найдем время. Стас, мы все сейчас найдем, да. Руслан, велосипедные прогулки считает лучший отдых. Кирилл предлагает прогуляться по родному городу, да, так же, как и вы. Я нашла себе паузу. Кирилл, да, пожалуйста. Дальше. Артем предлагает отправиться в сплав на Байдарке. Интересный вариант. Да, есть такие тоже ребята. Ой, а Татьяна, вот я рассмотрю такой вариант, едут в заповедник, в Беловежскую пущу. Может быть, не совсем бюджетно, но смотря как добираться. Если на велосипедах долго, но... Я тоже, кстати, делала прогулку, тоже можно совершить там. Так, Ирина, ой, вот Ирина поддерживает полностью Лили, говорит, что хочется уже на пляж, но погода что-то мутит. И, в общем, да, но мы грустить не будем, мы все равно ждем, да, лето будет. Дорогие друзья, далее мы расскажем об интересных проектах Гомельщины на ближайшие дни. Кстати, в июле и августе, каждый четверг в 18.00, областная библиотека имени Ленина приглашает на летние концерты цикла «Сиреневые вечера». Вас ждут встречи с интересными людьми, с замечательными исполнителями, поэтами, музыкантами. «Сиреневые вечера», знаете, стали уже настолько популярны в Гомеле, что в этом году даже ожидают исполнителей из России. Итак, ближайший концерт состоится 18 июля, и, что самое важное, вход свободный. Вот согласитесь, песня, наверное, как и любой спектакль, все-таки могут заставить почувствовать себя более счастливым человеком. Стихи, поэзии, песни, очень хорошо. Я хочу поговорить, знаете, о чем? Я хочу поговорить о счастье. Дело в том, что, да, вы все напоминаете мне очень счастливых людей. И каждый наверняка... Вы тоже, Наталья. Спасибо. И каждый наверняка из нас имеет какой-то свой ответ, что такое счастье. Вот, Лилия, вот я хочу у вас спросить, что для вас счастье? Для меня счастье – это жизнь. То есть она вот просто есть, и от этого кайф. И уже кайф. Виктория. Ну, не знаю, я бы сказала, что... Вы никогда не задавались такой вопрос? Нет, это просто очень сложный вопрос. Значит, задавались. И, наверное, каждый день все-таки ты даешь себе новый ответ на этот вопрос. Но сегодня вы счастливы? Да. Почему? Потому что я живу, я смотрю на этот мир широко открытыми глазами. У вас есть такая возможность поделиться своими мыслями и планами с миллионной аудиторией? Мне кажется, тоже большое счастье. Да, да, да. Не всегда есть такая возможность. Конечно, и потом, все-таки, наверное, счастье в глазах смотрящего. Если ты несешь свет людям, то и они становятся более счастливыми, и вы радуете друг друга. Главное, чтобы все были здоровы, а в целом остальное... Так, здоровье, жизнь, да. Светлана, а как вы считаете, что делает человека счастливым? Ну, я не знаю, что делает человека счастливым. Ну, лично меня делает счастливым то, что я могу заниматься тем, что мне нравится, теми людьми, которые мне приятны. Я могу выбрать свое окружение, могу придумать сама себе то, что я хочу делать, и сделать это. Интересно, где вы берете вот эти вот энергетические ресурсы? Вы неугомонная, вы такая молодецкая. Спасибо большое. Да, действительно, где вы это берете? В настоящее время, конечно, может быть, слишком часто я об этом говорю, но на самом деле физическая активность, та, которую я выбрала, велосипед, он мне дает заряд бодрости большой. Это на самом деле гормон счастья, о котором говорят, это не выдумка, это химический процесс, который происходит. Это то, что люди, с которыми я встретилась на своем жизненном пути, когда ехала на велосипеде рядом со мной сейчас. Вот это вот, вот все вот это. Вот вы с Лилией утверждаете, что знаете, как сделать любого человека счастливым. Вот поделитесь секретом. Ну, я думаю, что ни Лилия никого не сделает счастливым, ни я никого не сделаю счастливым. Счастье находится в руках каждого человека. Просто возможность осознать, как можно стать счастливым, мы можем поделиться. Тем, как мы поняли это, тем, как Лилия поняла, она может поделиться. Тем, что я поняла уже, я тоже могу поделиться. А каждый человек для себя тогда будет иметь возможность выбрать свой способ, свой инструмент своего личного счастья. Хорошо, а что женщине надо для счастья, как вы считаете? Чтобы милый рядом или побольше чего-нибудь еще? Женщине для счастья нужно быть органичной с собой. Есть женщины, те, которым нужен милый рядом. Есть женщины, с которой хорошо быть в своем одиночестве. И одиночество не обязательно имеет окраску антипозитивную, оно имеет окраску сосредоточения на себе, на природе, на своих личных интересах. То, что выбрать, то, что подходит именно тебе. Ну вот, дорогие друзья, вот к чему я ведусь. Сегодня у нас в гостях не просто интересные люди, представьте себе счастливые люди. Да, вот Светлана Королева, Лилия Калюшина, они утверждают, что в ближайшее время сделают абсолютно счастливыми, ну, по крайней мере, человек 10, по крайней мере, столько участников вы ищете для своего нового проекта, если я правильно все поняла. Расскажите, вы придумали первый фестиваль счастливых людей. Как это вообще пришла такая идея, и что это за фестиваль? Вот любопытно, даже я не знаю подробностей, поверьте, дорогие друзья. Ну, мы поделимся с Лилией, конечно, мы вот принесли листовки информационные, которые мы оставим потом, здесь кто-то еще поделится. Фестиваль счастливых людей, такая идея витала, и мы вот общаясь с Лилией в своей поличке, говорили, говорили, знакомились друг с другом. Я знаю, что у Лили были жизненные определенные трудности, и она смогла их преодолеть, да, и ощущает себя счастливым человеком. Я тоже о себе там рассказываю регулярно, тоже какие у меня были трудности, какие-то нездоровья какое-то, преодоление чего-то, и я ощущаю себя счастливым человеком. И вот подумалось, а почему бы не собраться таким взрослым, счастливым людям, не собраться вместе и не поделиться друг с другом своей энергией. Ведь не секрет, что человек, переступив рубеж определенного возраста, выйдя на пенсию, возможно, наиболее остро чувствует какой-то приступ одиночества, не знает, куда деть свои профессиональные компетенции. Если ему его профессия надоела, он не знает, где взять что-то новое для себя, куда пойти, где найти новое знакомство. И вот подсказать людям, насколько важно общаться в нашем возрасте, каким образом можно быть модным, как поддерживать свой интеллект в порядке, как в порядок свою душу, тело, внешность привести, какие виды физической и творческой активности существуют в нашем городе, в нашей стране. Поговорить об этом можно, собравшись всем вместе. И мы решили провести такое большое мероприятие в октябре месяце 12-13. Вы уже четко знаете, да? Да, мы назначили, да, 13-го октября. Это будет несколько дней такой, да, форма. Мы выбрали уже место, вот Лиля о нем может подробнее рассказать. Расскажите. Ну да, место – это наш гостиничный развлекательный комплекс «Ранчо». Это место, где творчество сейчас процветает, скажем так. Это интересные проекты, интересные коттеджи открываются, и где мы очень хотим тоже сделать фотосессию именно файнахоузроста. Это место, которое создал, организовал член общественного объединения содействия и развития частного предпринимательства «Единство» Иван Поддубный. То есть он тоже причастен к нашей когорте счастливых людей. Один из счастливых людей, да. Поэтому очень важно, что мы все видим, скажем так… У вас есть реальные примеры, да? Реальные примеры, когда было не очень хорошо, стало хорошо, ну то есть ситуация же разная бывает в жизни. И вы этими примерами хотите… Даже, наверное, вот как бы, вот что касаемо меня, я понимаю, что счастье или сделать счастливым можно… Сделаться счастливым можно тогда, когда… Чего-то осознать, открыть в себе. То есть прежде всего это ты сам. И вот когда ты понимаешь, вот, это я. Как круто, у меня есть дети, у меня есть там… Все у меня есть или ничего там у меня нет, но я есть. Как здорово, как классно. И я – это та основа. А дальше все нанизывается. Я, значит, и мои увлечения, чем же я могу увлекаться, что мне интересно. Вот здесь уже своя поличка, как бы, как площадка, которая дала мне возможность понять причастность свою, вот конкретно к этому фестивалю. То есть действительно очень много людей приходили, рассказывали, объясняли, мне приносили что-то совсем-совсем примитивное. Но я вот и отказать не могла, чтобы разместить. И как-то, ну, все время слушала. Я понимаю, вот я наслушала то, что люди ищут свое счастье. Но, к сожалению, ну, в силу того, что с возрастом у нас связано, что, ну, как бы, ну, это, значит, уже, ну, до свидания, прощай, это, значит, или бабушка на всю жизнь, или там еще кто-то. И ты понимаешь, что социум закрепил за тебя, за тобой какие-то вот установки. И ты как-то их выполняешь. Вот, наверное, чтобы выйти из этих установок, чтобы понять, что счастье – это и в 45, и в 40, и в 50, и в 60, и в 70. Счастье может быть в работе. У нас вот в общественном объединении есть чудесные предприниматели, как Николай Чернаши. Это буровая компания «Дельта». У него компания шикарная. У него, ну, компания счастливых людей. Людей. Да. Поэтому, потому что счастлив сам руководитель. То есть счастье можно найти в семье, в работе. В своем любимом деле. В увлечении. И кроме того, вот вы, Наташа, спросили, как пришла идея. Да. А мне интересно, вот так вот вы сидели, так пили чай, или как? Говорите, давайте сделаем фестиваль счастливых людей, или как? Ну, как-то. Как-то, да. Как-то это сказалось. Как рождается подобная идея. Как рождается, например, почему у меня такая, ко мне пришла эта мысль? Потому что достаточно часто ко мне обращаются, пишут в социальных сетях. Вы знаете, что я очень заядлая интернетчица, и очень меня все мои аккаунты, я с удовольствием веду. И мне пишут в директ, пишут мне какие-то сообщения, что, Светлана, вы вдохновили меня на покупку велосипеда. Ой, оказывается, в нашем возрасте там можно быть вот так вот, оказывается вот так. Я поняла, что можно с собой вдохновлять людей. То есть я могу рассказать, как у меня это получилось. У меня получилось. И у вас получится тоже. Значит, «Файный взрост» – это фестиваль для людей определенного возраста. Ну, изначально мы как бы поставили такую планку, что это 55+, поскольку это я. Потом возраст немножко стал моложе, потому что Лиля пока еще не 55+, она немножко еще юная. Какие женщины возраст выдают направо-налево. А потом, когда мы рассказывать стали окружающим об этом, то говорят, ой, я тоже хочу, и я тоже хочу. То есть само название «Файный взрост»… Оно же переводится как «славный», да? Мы начали сами, да. Классный возраст. Да. Ну, самый лучший. «Файный» в белорусском языке – это превосходная степень, чего бы то ни было. И когда мы начали говорить, мы поняли, что «Файный взрост» – это тот возраст, когда тебе хорошо. Просто хорошо и не… А хорошо в любом возрасте должно быть хорошо. Пожалуйста. Поэтому мы решили, что… А давайте мы еще раз расскажем идею фестиваля. Ну, фестиваль мы планируем трехдневным. Так. Первый день – это знакомство, заезд на ранчо, расселение, вечер под звездами, вечер с авторской песней. Второй день – это день активного обучения, слушания и практических воршопов каких-то. А кого вы будете обучать? Да, тех людей, которых мы пригласим. Уже регистрация будет открыта на этой неделе. То есть каждый из нас, кто не считает себя сильно счастливым человеком, может стать участником фестиваля. Может стать участником. Если вы считаете себя счастливым человеком, то, пожалуйста, можете приехать на этот фестиваль. То есть мы приглашаем спикеров из Украины, из Армении, из Латвии. Это не обязательно. Это люди, которые благодаря своей деятельности уже достигли чего-то и ощутили то, чем они могут поделиться с окружающими. Это будут в нашем… мы такой термин придумали – эксперты счастья. То есть люди, которые расскажут о своем счастье. Это будет одна часть вот такая выступления спикеров. Следующее. У нас конкурсный отбор, кстати, осуществляется. Кого-то мы сами приглашаем. Мы, конечно, хотим пригласить кого-то. Когда будет согласие получено, тогда мы сможем озвучить это. Половина второго дня этого – это воркшопы, обучающие мастер-классы. Мы хотим пригласить. У нас в Гомеле очень много людей. Это скандинавская ходьба. Это какая-то йога. Это психологи. Это визажисты, стилисты. Это стиль. Это ремесленники, которые что-то покажут своими руками. Это люди, которые организуют нас, а мы запоем. То есть мы разделимся на группы. И затанцуем. В том числе мы поедем на велосипеде, кстати, тоже обязательно велосипедная составляющая. И путешественники велосипедные тоже, я их приглашаю, уже согласие мы получили. И когда мы все это попробуем, мы поймем, что что-то нам подходит. А возможно, кто-то из людей озвучит, что я хотел бы вот это. И мы подскажем, где можно вот это. В результате этого мы планируем сформировать команду счастья из 10 человек, с которыми будем работать на протяжении года. Мы хотим снять музыкальный клип о нашем возрасте счастья. По нашему заказу уже придумывают гимн этого проекта. Мы хотим снять вот это. Гимн счастливых людей. Мы уже договорились с музыкантами. Наша прекрасная гомельская группа Ginger Pie согласилась быть нашими партнерами. Они будут у нас хедлайнерами, так сказать. И мы хотим проработать стиль этих людей. Кстати, третий день у нас вообще будет маркет, когда будет все для файнала взрослых, косметологи, одежда, обувь. Все будут демонстрировать, все, что, какие возможности есть. И вот, кроме этого, мы хотим серию статей дать об этих людях. Хотим сделать свой YouTube-канал. Короче, вы хотите взять 10 человек и сделать на их примере вот таких 10 счастливых историй. Да, 10 счастливых историй, которые всем продемонстрируем. А через год на следующем, на следующем фестивале, который мы собираемся, конечно же, традиционным, безусловно, я уверена вообще, что у нас это получится. Вот, следующая команда будет вдохновляться этими людьми уже. На этом фестивале мы с собой будем вдохновлять. У нас есть на это все основания, согласитесь. Но вы знаете, надо показать этих счастливых людей в программе «Добрый вечер, Гомель». Но у меня есть еще одна интересная идея. Замечательное предложение. Почему бы фотоконкурсы любят наши проекты, наши зрители любят? Почему бы не сделать конкурс на фото счастливого человека в рамках фестиваля счастливых людей? Давайте тогда будем терминологии придерживаться файных человек, файных улыбка, файный портрет. Все, и мы это покажем, покажем нашим зрителям вот этих файных счастливых людей. Мне кажется, идея замечательная. А как вы вообще считаете, много ли сегодня счастливых людей? Будет ли с участниками, не будет проблем? Я хочу сказать, что меня немножко обескуражил, и все, наверное, обратили внимание, в интернете такая информация, что белорусы признаны наименее эмоциональной нацией. Это где вы так прочитали? Это какая-то официальная статистика? Это было именно исследование, условно назовем, английских ученых, как это обычно говорят. Но да, именно были ранжированы все нации, Беларусь одна была из наименее эмоциональных наций. Ну нет же, Беларусь – это страна файных людей. Глядя на нас, я так и не сказала. Мы считаем, что самое главное достоинство Беларуси – это, конечно же, белорусская природа, что вот все путешественники, которые едут через Беларусь, все говорят об этом. И, конечно же, люди. Беларусь – это файные люди. Я поняла, Светлана настолько с Лилей настроены масштабно, что они хотят фестиваль счастливых людей наверняка сделать уже таким республиканским в будущем. Мы хотим международным сделать его. Даже международным. Ну что ж, страна счастливых людей называется. Конечно, мы хотим продемонстрировать не только людей, мы хотим нашу страну продемонстрировать. Беларусь – страна файных людей. Один из слоганов, кстати, нашего фестиваля. Очень хорошо. Это замечательный слоган для целой страны, да и вообще для всего мира, и для каждого человека. Счастье – это такое понятие, такое замечательное. Вот иногда надо вопрос, наверное, сам себе задавать. Счастлива ли я сегодня? А что меня сделало счастливым? Кто меня сделал счастливым? А самое главное, кого я сделал сегодня счастливым? Кстати, хороший вопрос для пятницы, для конца такой, знаете, трудовой недели, рабочей недели. Дорогие друзья, мы все-таки время еще позволяет. Мы ждем интересных вариантов вне, скажем так, бюджетного отдыха, чем вы будете заниматься на выходные дни. Кстати, завтра в Жлобинском районе, в агрогородке Бобовка, тоже соберутся счастливые люди, на свой районный праздник. Называется он Бобовский калейдоскоп. И все подробности узнаем сейчас по телефону. У нас на связи Жлобин, Ольга Микша, организатор праздника. Ольга Викторовна, добрый вечер. Добрый вечер. Мы очень рады, да, мы очень рады слышать вас на телеканале «Беларусь-4». Это программа «Добрый вечер, Гомель». Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, что завтра будет происходить на вашем празднике. Да, действительно, в агрогородке Бобовка завтра состоится большой районный праздник, ежегодный праздник. Но завтра он совпал еще с одним замечательным событием, 50-летним юбилеем Открытого акционерного общества Бобовки. Поэтому в рамках праздника мы планируем провести большое торжественное мероприятие, приглашение на которое получили руководители этого телекоспредприятия. Поздравим, конечно же, лучших аграриев, отметим их подарками и дипломами, а также ветеранов Великой Отечественной войны, узников и всех, кто трудился на трудовом фронте. Конечно же, поздравим, вручим вам подарки. Планируется работа многочисленных подвоей всего Жлобинского района, ярких, красочных. Будут работать детские аттракционы, аниматоры сделают программу замечательную для маленьких гостей праздника. Ну и, конечно же, будут выступать лучшие коллективы не только Жлобинского района, но и других районов на наш праздник. Обещали приехать замечательные баянисты, кармянские рымаки. Ой, замечательная группа. Поэтому приглашаем всех принять участие в наше мероприятие. А во сколько начало? Во сколько начало? Скажите, пожалуйста, Ольга Викторовна. Значит, подгорь я начинаю свою работу с 13.00, и праздник будет длиться буквально весь день до позднего вечера. Ну что ж, спасибо. Я вот думаю, мы сейчас, наверное, решим и, наверное, все-таки махнем в Бобовку на ваш калейдоскоп. Спасибо вам большое. Ольга Микша, организатор районного праздника «Бобовский калейдоскоп», только что рассказала нам о подробностях этого мероприятия. Ну, изменились как-то вот планы ваши к концу программы, Виктория? Велосипед решили уже себе приобрести? Конечно. Дальше в Бобовку едем? И обязательно в Бобовку едем. И потанцуем, и в парке покатаемся. И на семейный велопарад отправимся, да? Ну, ваши планы мне понятны. Подготовка к семейному велопараду. Я желаю вам действительно такого интересного мероприятия. Ну что ж, да, вот все уже спрашивают и пишут, и звонят. Действительно, очень важный момент. Кто ж победил-то в конкурсе мое фото на фан-зоне? Сегодня напомню, что этот конкурс объявила наша телерадиокомпания. И вот прямо сейчас мы скажем, кто победил. И мне кажется, все-таки, что для одного из участников сегодняшнего эфира планы могут редко измениться, потому что Виктория, ваша фотография, стала победительницей. На нашем творческом фото-конкурсе мое фото на фан-зоне. Вы знаете, мы рады вас поздравить. И я хочу вручить вам подарок от нашего партнера, от партнера телерадиокомпании «Гомель». Это туристское экскурсионное предприятие «Гомель Турист». Вам дарят сертификат на посещение релакс-центра в гостинице «Турист». Значит, вас ждет в ближайшие выходные что? Финская турецкая сауна плюс бассейн. Виктория, я не знаю. Мы вас поздравляем. Спасибо вам большое. Сегодня, кстати, международный день фотографов. Очень, кстати, такая победа. Но это еще не все. Дорогие друзья, призы от нашей телерадиокомпании «Гомель», от нашего партнера туристического комплекса «Гомель Турист» получают еще три участника, которые были среди лучших. В конкурсе «Мое фото на фан-зоне». Дорогие друзья, с каждым из вас обязательно свяжется наш редактор. И сообщит, как забрать призы. Итак, наши, скажем так, победители. Главный победитель – это Виктория Трухан, Ольга Новикова, Сергей Лапский и Софья Болсыновская также получают призы от туристического комплекса «Гомель Турист». Дорогие друзья, мы поздравляем. Вот наша программа действительно поздравляет наших победителей. И участвуйте в наших конкурсах. Это действительно всегда очень весело и интересно. Во-первых, это популярно. Популярность приходит после таких конкурсов сразу же. Ну и можно действительно выиграть интересные призы. Кстати, как вы считаете, сауна, баня, кедровая бочка – можно назвать это бюджетным отдыхом? Ну, можно выбрать для себя. Что-то выбрать можно. Конечно. Или же участвуйте в наших конкурсах, и совершенно бесплатный вид отдыха вам уже обеспечен. Это точно полезно. Еще несколько сообщений от наших зрителей. Варианты бюджетного отдыха на выходные дни. Ну, Татьяна с семьей собираются, а, ходят по выходным в кино, считают, что это недорого. Детям нравится такой культурный отдых. Дарья говорит, что можно побродить по соседнему городу, посидеть в кафешке и послушать музыку. Анна сообщает, что уезжает за грибами. Говорят, что сейчас лисичек много. Тоже неплохо. Катерина предлагает устроить чаепитие с друзьями на природе. Ну, а Виттер вообще считает, что на велосипедах можно поехать куда угодно. Это всегда дешево и практично. Ну, что ж, сегодня строили планы на выходные дни вместе с руководителем общественного объединения «Вела Гомель». У нас в гостях была Светлана Король. Руководителем первого в Гомеле коваргинг проекта Лилии Калюжной. Журналистом Гомельской газеты «Советский район» Виктория Трухан. Спасибо вам большое за этот момент и счастье, который вы подарили нашим зрителям. Про фестиваль счастливых людей мы будем рассказывать в нашей программе. Я надеюсь, мы этих счастливых людей будем видеть в нашей студии. И они смогут поделиться своими историями. Ну, что ж, всем хороших выходных, дорогие друзья. Это был еще один «Добрый вечер Гомель» с Натальей Волынец. И до новых встреч в прямом эфире.